Раз за разом непогода преподносит одесским коммунальщикам урок. Последние работу над ошибками не проводят. Затопило столицу. Ливни и грозы добрались до севера Одесской области. Одесса в ожидании. Одесситы в надеждах, что когда-нибудь ливневые коллекторы будут почищены как следует. И мы больше не будем плавать по проезжей части и тротуарам. Дождь, как, впрочем, и снег, нашими коммунальщиками воспринимаются как явления противоестественные и совершенно неожиданные. Ливневки у нас чистят на пике непогоды, а как подсохнет, о них забывают. А тем временем Украину охватывает очередная волна, ливни и гроз. Не на шутку затопило Киев, да так, что потоп образовался даже на станциях метро. Вслед за столицей стихия разбушевалась на Одессине. Очевидцы зафиксировали там смерч, дождь и град. Так, жители Раздельнянского района оказались во власти грозовых фронтов. На них обрушился мощный ливень. В то же время в Лиманском районе, в сгустившихся облаках, местные жители заметили смерч. Он совсем маленький, его достаточно трудно разобрать, однако это может быть свидетельством мощных порывов ветра, снесенных деревьев и рекламных конструкций, как обычно случается во время непогоды. И скоро непогода доберется до Одессы, говорят синоптики. Надеяться, одесситам, к сожалению, приходится только на самих себя. Поэтому готовим зонты, плащи, укрепляем все, что можем. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. По всей видимости, эта поговорка уже стала принципом управленцев, отвечающих за чистоту и порядок в городе, а также за комфорт горожан.